всем огромный фото привет и сегодня у нас обработка пейзажа на телефоне обрабатывать мы с вами будем в lightroom и снапсид и из такого вот снимка получим вот такую замечательную фотографию обработка очень легкая поэтому пресет в этом видео мы делать с вами не будем вы его сохранить и сами если пожелаете снимок который буду обрабатывать будет находиться по ссылке под видео в raw и jpeg форматах если не откроется 1 2 откроется у вас однозначно в общем поехали и так у меня фотография открыта в lightroom первым делом перейдем к базовым настройкам фотографии на телефоне они обозначены как света и выглядит в виде вот этого солнышка давайте проявим с вами небо для этого необходимо светлые области увести я уведу до конца а информацию в тенях мы с вами немного добавим теперь давайте зайдем в кривые нам нужен канал rgb который обозначен белым цветом и поработаем немного с контрастностью изображения усилим контрастность в тенях и немного добавим информации в средних тонах точку черного я немного подниму это делает тени глубокими и такими красивыми бархатистыми не устану это повторять на этом все больше в каналах мы здесь работать не будем кликаем готова давайте теперь поработаем с белыми и черными участками изображения я слегка повышу белые совсем чуть-чуть на 4 черные немного убавлю контрастность общую контрастность изображения я тоже слегка понижу до минус 6 чтобы фотография стала немного такой легкой воздушный и так в базовых настройках мы закончили переходим в панель и чесел на телефоне она называется цвет давайте подвигаем температуру я сделаю снимок слегка похолоднее мне нравятся синие оттенки в тенях а вот tint я слегка уведу вправо это добавит в изображение фиолетовых оттенков и сделает коричневый цвет более привлекательный отлично теперь я понижу насыщенность примерно где-то до минус 30 красочность наоборот повышу такой прием дает увеличение сочности изображения увеличение насыщенности именно в средних тонах отлично и теперь можно добавить слегка насыщенности и так 47 красочность минус 22 насыщенность вот такое изображение мы с вами получили двигаемся дальше теперь переходим смешение цветов по умолчанию у нас всегда стоит первым красный цвет смотрим двигаем ползунок насыщенностью лево-вправо красного цвета в моем изображении нет двигаемся дальше оранжевый смотрим где находится оранжевый цвет возвращаем значение в ноль и работаем с оттенком я хочу в оранжевый добавить немного красных оттенков вот такой оранжевый мне нравится куда гораздо больше и слегка прибавлю насыщенность я думаю что 10 будет достаточно двигаемся дальше желтый цвет смотрим где он находится можно сразу слегка поднять насыщенность вот у нас выделился зеленый цвет на тех областях где он есть на траве вдалеке на зелени и теперь поработаем с оттенком я желтый уведу немного в сторону зеленого так на моем изображении будет больше различных оттенков зеленого цвета двигаемся дальше теперь непосредственно сам зеленый смотрим где он находится его у нас почти собственно говоря и нету кроме кустика который находится справа я оттенок уведу в сторону желтого и сделаю зеленый слегка потеплее для того чтобы сбалансировать уравновесить краски на моем изображении вот так мне кажется выглядит гораздо гармоничнее аквамариновый пропускаем переходим сразу в синий цвет понятно что он будет находиться на небе давайте добавим насыщенности и поработаем с оттенком вот такой цвет небо мне нравится больше но конечно же такую насыщенность я оставлять не буду я ее поднимал для того чтобы подобрать нужную мне тональность двойным кликом возвращаю насыщенность на ноль и слегка убавляю вот такой цвет небо мне нравится гораздо больше но я хочу его сделать немного потемнее двигаем яркость влево ну так вот я думаю будет достаточно кликаем готова собственно обработку в lightroom мы с вами закончили и теперь давайте перейдем в снапсид но в снапсид мы с вами перейдем не как раньше через экспорт а сохраним изображение так как во время прямого перехода размер изображения снижается и это выявил замечательный фотограф и человек артем и давайте дружно ему поаплодируем и так я нажимаю на рогатку кликаю экспорт сохраню я фотографию в джипег самые большие размеры качество сто процентов выходная резкость экран величина высокая цветовое пространство конечно же с rgb экспорт мы настроили кликаем сохранить на устройстве и так изображение сохранилось кликаем ok выходим из lightroom заходим снапсид кликаем плюс добавляем сохраненное изображение и так заходим в инструменты выбираем резкость но нам нужна не сама резкость а именно структура и так давайте сделаем нашу фотографию более четкой более проработанной в мелких деталях плюс 40 в моем случае будет достаточно ну 41 неважно кликаем галочку еще раз нажимаем инструменты переходим винтаж выбираем 12 фильтр поработаем сразу с виньетированием плюс 11 мне нравится яркость стиля можно немного добавить насыщенности а общую яркость я немного убавлю отлично кликаем галочку переходим еще раз в инструменты и выбираем кисть выбираем dodge and burn выбираем параметр 5 увеличиваем изображение и давайте осветлим светлые участки мы собственно говоря сейчас с вами будем делать ретушь будем осветлять светлые участки и немного затемнять темные участки таким образом мы проработаем локальный контраст изображения сделаю я посветлее немного ствол вот этого дерева слегка пройдусь по кронам деревьев по траве по вот этим колоскам осветлю вот этот ствол дерева и вот здесь на склоне горы слегка пройдусь по светлым участкам отлично теперь я выставляю параметр кисти dodge and burn минус 5 и пройдусь по темным участкам изображения немного на склоне горы чуть-чуть на тропинке зритель любит зигзагообразные формы теперь давайте поработаем с облаками и темную часть вот этого облака сделаем еще немного темнее кликаем галочку идем еще раз в инструменты переходим в коррекцию и делаем окончательную коррекцию изображение я всегда дорабатываю тени светлые участки потом нахожу какую-то золотую середину между ними то которая мне больше всего нравится световой баланс можно сделать слегка потеплее и еще добавить чуть-чуть насыщенности кликаю галочку все друзья обработку я закончил теперь давайте посмотрим еще раз какая фотография была изначально какой она стала после обработки в lightroom и как преобразилась после ретуши в снапсид теперь вам остается только изображение сохранить опубликовать в соцсетях и удивить и поразить своих зрителей а на этом друзья сегодня все но впереди нас ждет много жанров и способов обработки поэтому не забудь подписаться именно так ты не пропустишь новый полезный урок пиши комментарии ставь лайки меня это серьезно мотивирует заходи в мой инстаграм и заглядывай в телеграм-канал там можно пообщаться с другими фотографами и получить полезные фишки например как бесплатно расширить возможности твоего мобильного lightroom все ссылки находятся в описании под видео красивых фотографий вам друзья до новых встреч и всем пока до новых встреч